Видите, он мелкий, не хватило воды, ему налиться, масляничный сорт. И у нас никогда такого не было. Но благодаря засухе придут такие результаты. Хранилище полупустые, качество оставляет желать лучшего. Засуха этого года жестко ударила по урожаю, рассказывает фермер из Михайловского района Виктор Дафт. Сою подсолнечник, пшеницу выращивает 30 лет и не помнит еще такого скудного урожая. В том году пшеница была 18,5 центов, в этом году 8,6 центов. И так же по чечевице и по другим культурам. Это очень мало. А в прошлом году было сколько? Ну, два раза больше. В районной администрации нам рассказали, что уборочная зерновых и зернобобовых почти завершена. Средняя урожайность 10 центнеров с гектара. Это низкий показатель, признает чиновник. В прошлом году было 14. Серьезный удар по аграриям? Можно сказать, что да. Потому что затраты все-таки они понесли с расчетом на то, что будет урожай хотя бы близкий к прошлому году. Михайловский район в засушливой кулундинской зоне. Недостаток влаги там регулярный. Но даже так о низкой урожайности в районе нельзя судить по одному фермеру, говорят в Краевом Минсельхозе. После того, как с вами поговорил, составил разговор с фермерами, на которых я ссылался в диалоги. Так вот, они мне подтвердили, что у них средняя урожайность зерновых даже не 12 центнеров, а 14. Причин такому иролашу несколько. Разные сроки посева, качество удобрений, да и дожди могли быть в пределах одного района. Где-то чаще, где-то реже. Ясно, одна часть фермеров в Михайловском, и это подтвердил начальник управления сельского хозяйства района, понесла убытки. Мало того, что урожай зерна небольшой, так еще и продают его всего за 8 тысяч за тонну, хотя адекватная цена 11 тысяч. Вот Виктор Дафт, чей урожай сильно пострадал из-за засухи, нашел свой выход из ситуации. На следующую посевную готов взять кредит, чтобы его хозяйство выжило. Валентина Скерова, Алексей Фризин. День с толком.